здравствуйте любители канареечных песен сегодня мы проводим семинар о русской канарейке овсяночного напева в гарни у моего друга находимся у вага арутюняна здесь рядом папуян сидит вот который птицу показывал на конкурсе онлайн и еще ребята молодые которые развивают здесь именно русскую канарейку овсяночного напева и как ни странно в отличие от узбекских и таджикских ребят они не стесняются говорить что русская канарейка овсяночного напева хоть и живут в армении в Ереване говорят по-армянски по-русски плохо говорят поэтому я буду говорить по-русски они это понимают по-русски вот а говорят говорить как-то нехорошо разговаривают поэтому сегодня мы проведем вот такой наверное общий семинар познавательный в общем-то ребята как вы видели имеют неплохих птичек вот и они неоднократно уже показывали на протяжении нескольких лет вы наверное все кто занимается канарейками слышали и видели этих птиц вот а сейчас вы просто увидите этих людей чьи это были птицы живую наш семинар сегодня будет фактически я буду как бы озвучивать вопросы и ответы потому что ребята у меня по-армянски спрашивали вот задавали вопросы поэтому я их вопросы просто само озвучил которые они наболевшие вопросы я думаю что у всех эти вопросы возникают поэтому ну первый вопрос что что такое вообще русская канарейка овсяночного напева ну как вы наверное большинство знаете что именно овсяночный напев или ранее называют так называемый рябовский напев который создал павловчанин степан рябов впервые показал птицу на конкурсе которая была обучена овсянкой обыкновенной и песням в разных вариациях людям понравилось люди начали этим заниматься и в итоге потом начали называть это овсяночный напев а далее так как это происходило все на территории россии русская канарейка поэтому вот и оттуда и название русская канарейка овсяночного напева в основе своей шкала оценок состояла из названия колен таких как вы все наверно знаете запевка россыпи овсянки вот бубенцы юла кулики отбой отбой сон сон отбой динь дон сейчас уже динь динь дон есть ну и так далее вот появляется очень много каких-то звукосочетаний новых звуков которые прибивают канарейкам сегодня непонятно что и зачем то есть основа должна быть это овсянки это россыпи овсянки со своими раскатами россыпи с раскатами россыпи то есть бубенцы с раскатами бубенцов отбои должны быть низкие потому что чем ниже будет исполняться отбой тем тембрально он хорошо воспринимается человеческим ухом и это красиво в конце концов вот показывает что самое низкое колено то есть это как бы птица отбивает заканчивает свою песню отбоями как было написано и утверждено на съезде канарова всесоюзном съезде канарова по моему восемьдесят девятом году если я не ошибаюсь или восемьдесят седьмой год вот на в днх были приняты документы и там было принято также не буду о других говорить я скажу о стандартных требованиях песни русской канарейки арсеновна первых там четко написано вы можете посмотреть эти стандартные требования книги пидарева есть этот документ там написано вот основные два пункта которые могут являться определяющими породными признаками это пропевание всей всей песни всех колен песни с открытым клювом темп пропевания непрерывистый вот это два и третье что немаловажно более шестидесяти процентов колен в песни русской канарейки арсеновна первых должны состоять из колен из тура основные то бишь запевки россыпи бубенцы отбои естественно разнообразные овсянки я туда входят и овсянка звонки овсянка колокольчик и так далее но никогда не надо путать с этим названием там красноклёвая овсянка или овсянка дубровник это совершенно другие колена которые являются дополнением к основной песни как бы украшающий песню фуминационными коленами которые относятся к туру вставные или раньше назывались вспомогательным туром поэтому вот основные параметры пения русской канарейки овсянка пела я приблизительно озвучил коротко и ясно вот теперь очень часто задается вопрос а ну кто я такой в конце концов да ну ребята знают еще в 2014 году мы создали организацию общественную под названием восстановление и развитие общество восстановление и развитие русской певчей породы канарейк овсяночного напела вот под общим оглавлением арк то есть ассоциация русская канарейка то есть для того чтобы было понятно почему ассоциация ну ассоциация это общество по-русски по-английски это ассоциация это ассоциация то есть чтобы дальнейшем можно было разговаривать на одном языке с любыми иностранными любителями канароводов они должны понимать поэтому назвали это ассоциация то есть или общество общество и и поэтому я являюсь руководителем этого общества вот а ребята которые в нашем обществе это участники нашего общества прошу не путать с названием члены вот потому что само название вот это член клуба член общества как-то нехорошо звучит тем более всего на сегодняшний день очень много у нас вот таких неправильных ассоциаций там голубой вагон голубой щенок хотя раньше это было нормально а сегодня это это уже как-то звучит петь и даже ребята улыбаются вот поэтому они участники нашего общества и я на сегодняшний день приехал в Армению нахожусь я в городе Ереван но сейчас приехал здесь недалеко населенный пункт Кельгарни курортный такой туристический центр где много исторических мест древнехристианских вот и вот сегодня мы находимся у вага Артюляна дома и ребята пришли собрать мы будем еще много разговаривать задавать друг другу и и и и